Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил 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 субтитры DimaTorzok будут стартовать, но о том мы поговорим в следующем. Сегодня на «Керевцов», так как видите, ждет 6 «Одцинков» специальных, у нас немал 48 километров и, по изменениям, которые произошли в дни вкоре, не 207, а около 290 километров доездных. Ну так, вычетно длогие доезды. Одцинки, которые были разграны прямо при границе с województем сломским, а сервис в Упчицах. Так что, много времени и километров, когда они спрятаны до езды, здесь на «Оцинке» специально. Но, чтобы проехать интересные odcинки, интересные трассы, нужно проехать много километров. А помню, как я ехал, несколько лет тому, Райд Долно-Слёски, доездовка на первый odcинок, это было более 52 километры. Так что, 52 километры доездовки, немал година, но было важно, потому что, этим odcинком был «Злотый сток». Так, Райд Долно-Слёски, piękный райд. Тогда были тоже на езде. Райд Долно-Слёски на своем классе. Не помню, как это тогда было. Вем, что было очень громко, особенно в моменте, когда, Рено 11, которыми мы ехали, улегло аварии. Это была эта эдиза, которая шла в мае. Не было на этом рейде, это было на рейде в Португалии, но это было в мае. И, конечно, что вы не знаете, как вы ездите по рейде. В Португалии. На старте мы видим Грегорза Греба с Михаем Порадзишем в «Скодзе Фаби Рейли 2 Эво». Это первая залога, которая рушит до конца в рейде. Однако первые первые заводники, накладно, что 2-3 минуты потребуют на старте. И мы ждем, аж рушим. Так, теоретически старт первого заводника это 9-13. Но мы надеемся, что не будет позднее, что могут возникать ситуации на трасе, если есть какая-то прешкода, какое-то утробие. Но подъезжаем, что о 9-13, Грегорза Грегорза уже рушил на трасе в своей «Скодзе Фаби» «РАЛИ 2 Эво». «РАЛИ 2» это так на правде новая назва для самохотов класы Р-5. Нактуализации измен в класах предпроводzonyх в этом году. Классы будут от «РАЛИ 1», которая будет в прошлом ВРЦ, «РАЛИ 2», «РАЛИ 2», «РАЛИ 5», «РАЛИ 5», «РАЛИ 5», «РАЛИ 5», «РАЛИ 5», «РАЛИ 4» «РАЛИ 5» «РАЛИ 5», «РАЛИ 5» 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 ЗОБАЦЫЧЬ! На самом деле Лукаш Бешки-Невич, Агнешка Заоэнска в первом своем старте. Я там видела, где-то еще один. ЗОБАЦЫМЫ ТО! У нас есть тылу заводников, что не можем вспоминать, сколько самоводов едет. На листе разговора мы 90 декабря заулки. На самом деле в этой моменте листы стартовой, на этот этап, но не было заводников в Стасенко-Кодолисе в разговоре не было. Так, на старте Гресик Греб. Генерално фаворит этого рейду. Гресик в прошлом сезоне... О, пришли. Докладно. Гресик в прошлом сезоне в прошлом сезоне в прошлом сезоне получил Викемистра Польской и Мистра Словации. Так что, такой улучшенный цикл, много рейдов, много километров, но удалось получить два титула. Так, в прошлом сезоне была очень равна walkа с Ярилом Тунелем. Викемистра Польской. А также Мистра Шиата категории УРЦ-3. 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 Ура. 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 Это очень известная машина, если говорить о автомобиле Р-5. Братя Котарбове на навроще. Очень слезкий, с очень большим количеством отсыпанного сыпу на задней. А обратно до Збиска Габризя. Очень известный машина в автомобиле Р-5, который был бы ездить уже фиастом Р-5, хюндайем И-20, но и сейчас полувка Р-5. С удовольствием заканчивался неевесомо. Р-5,3. Советского съемного звона Р-5. Он тратил немного себя, ведь особо познакомился сам, что не чувствовал себя в машине, но случайно был драматичный. Пахнул клатку безопасности и он чувствовал взрезв殺 сам. Убираем его. Да, это случайный случай, который случился в машине и-20. Это было бы очень страшно, но благодаря тому, что рейдовые машины имеют такой уровень безопасности, за помощью кладки безопасности, как и потери пауковых, пасов шелковых, а также безопасность руководителей, пилотов в форме касков, в форме хансов, поэтому так на правду вышли практически без шкод. Да, на старте Макея Глубиак, тоже заводник езжеджащий уже от клубы на Техмонте. Макея тоже мил дугу прерву, вернулся пару сезонов назад. Часом стартует Peugeotем 207L2, часом с Хундайем, но видно, что в обоих автобусах чувствует себя хорошо, поэтому самое приятное смотреть на его езды. Докладно, это тоже их второй старт в церкви Тарпак Мастерс по Техмонрелли. В прошлом рейде заняли четвертое место в классе ПРО, а до найнижшего уровня пробиума только 1,7 секунды. Это показывает, как близкие эти рейды, как тесно пиратцы едут и как каждый закрент так на правду лечит себя. Не можно опускать даже на меньшую минуту, потому что это может закончить поражкой. Да, точно. Тарпак Мастерс есть рейдом в моменте рейдом, а в том моменте рейдом 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 и СПРКИОДС. Таким, что с СПРКИОДС не могло бы прожить в будущем, но они не могли бы прожить. Но это рейды много кроссе, чем в местном случае, но они не могут быть рейдом рейдом. Небольшой, чем в местном случае не есть, а нужно отрабатывать от 1-х километра, и требует себя выстрелять, потому что нет, где его отрабатывать. А перед минутой увидели мы ручка Марка Новака за данным рейдом рейдом в Форде Фиэста Р5. Марк очень поздно начал старты профессиональные, в веке от 1935. Но сейчас... Сейчас у вас есть 26 лет. Ну то видишь, это для тебя уже за поздно. Сейчас уже только комментаторка, в результате, что Лукарь Борко, который здесь не будет, будет уступить своего фотела. Да, я сейчас дебютаю, так что это деликатный стресс, но даем раду. Грегор Гриб на мете. Я смотрю на результаты на живо. Грегор Гриб с часом ровно 4 минуты, и 5,9 минуты. Не можем его с ним поровнать, потому что... Грегор Гриб с часом рейдом 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 рейдом. Грегор Гриб с часом рейдом. Попомедициux с часом рейдом 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 рейдом. Грегор Гриб с часом рейдом рейдом. Славомир Савицкий, вместе с Робертом Хундлой. Роберт был очень много лет в рамках, 20 лет назад. Он едет с опытным пилотом с Робертом Хундлой. Он очень удобный замедлиг этот пилот. Он работает с пилотом, который имеет опыт с пилотом. И это очень важно. А пилот тоже не было какой, потому что Роберт через много лет ездил с Грюшком Грюбем. А с кем он не ездил? Роберт ездил с Грюшком Хмельевским. Роберт ездил с Грюшком Хмельевским. Докладно, очень опытный в заводе. И мы первый фиастер рейли 3 на старте. Укаж Бисякиневич, Збигнєв Чешлар. Новая generация автомобиля. Керавец, который, я думаю, что еще познает этот автомобиль. Потому что, что по первому прежнему рейд уже точно знает. Да, это новая конструкция. Такое, построена в полном отделе фирмы Экспорт. Там, наверное, запроектована. Автор имеет мощность около 215-220 кони. Такое на 4 кола с пилотом. В общем, у нас есть такая рейдовка. У нас есть такая рейдовка. У нас есть проблемы с Грюшком Хмельским. На навроце проблемы с Грюшком Хмельским. Не ест łatво там се навручить, потому что перед навротом мы шикану. Такое, поэтому прежнему рейдов на наврот уже достаточно малое. И там, на правде, нужно постараться, чтобы этот автомобиль превратить. Зато, при затягании рядачного, там уже начинает подбивать przод. Потом, в таком стопе. Это еще поводит много трудностей. Да. Это преломание сделает, что автор становится очень подстерованным и нужно либо сгасить, либо сгасить, либо сгасать. Но, на самом деле, будут уже в первом проезде что сделать, чтобы было хорошо. Я думаю, что на втором проезде этого odcинка Куберт не выполни того самого бунта. На втором этаже, в первом проезде, на первом проезде, это Абарт 124 ралли. Очень интересное автомобиль. потому что, на самом деле, невероятно, видимо, в новых модерах РВД. Далее, в прошедшем автомобиле два сезона тому. Но, на самом деле, у нас много технических проблем. Я знаю, почему, потому что, когда я был Фиатом. Воска модернизация есть красивая, но очень капришная. Так, я помню твою историю, как видывали себя перед рейдами и, успешно было, что вы приехали только с одной аварией. Так, 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 так. так, 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 в прошедшей элиминации выбор на рейды, особенно на полноцкие рейды, которые, которые имеют достаточно боисти, но, одважно. Одважно, все же, так, очень хорошо, очень красиво. Великимы, которое я хочу добавлять, так, что надо услышать. Докуманно, должно быть подъековать, что, который проведал такой самовод на полские откаты. И это, что, скажемки, того, проехали, что, а, когда у него отъехали, во-вл. у нас было немного, что-то было там. Продолжим, как это будет выглядеть особенно на откаты. И мы будем послушать. Пойменько. Презвижение не было бы я, чтобы послушать его, чтобы и послушать его, чтобы тоже могли послушать его. Згадца себя. Так как мне говорят, мы должны Jackowi благодарить, потому что, помимо того, что это не новый автомобиль, для фольгий рейдов это очень свежий, очень свежий поверь, что-то новое, что-то очень интересное, что-то очень интересное. Такие интересные машины тоже очень приятны, очень приятно смотрят, потому что если вы ездите сами Арпионтки, то мы делаем разнообразность. Сейчас на старте ожидает Мария Прещ, Петро Счегиев, BMW E46, а тут мы видим Лукаса Быськиневича, проезжающего с Сыканой, проезжающего в следующую часть видео. Прествия расскажем о результатах. Прествия 2.5 секунды, это Войте Кухаева, с Семеном Гросботовским. На 3-м месте, за стратой уже 5,7 секунды, есть Миша Габрысь, с Куштатом Янекем. Братиа Котарбовы на 4-е место, в этом месте есть 8,2 секунды. 5-м Макик Любиак, 8,5 секунды. 6-м Мак-Новак, 18,8 секунды. Но, как вы видите, старые R5-ки отстают. 7. Хуберт имеет 28,3 секунды. Но до этой страты на пыльности причинило то, что мы смотрели на навроце. Докладно. Я думаю, что этот час не будет показывать темпа Хуберта. Но, когда возбудится бледно на навроце, на второй петле, мы могли бы его фактически сравнивать, как это выглядит. Но, как говорили, это достаточно короткий рейд, помимо того, что мы немал 50 км ОС, то мимо всего, что победители должны до самого конца, на каждом километре, волчатся о каждой десятой секунды. И мы преседуны Порше на навроце. И в лагере на выживание. Поймень, отходи. Ух, тут немножко на закрете, чтобы было тяло. Докладно. Я уже заметил при попресном проезде Давида Смуки, что этот закреп, который в Р-5 есть, приезжают без объятия. Аута, влажно племенные напендовые, уже начинают там легко волчать. Видно, есть споро нанесеного суху с внутренней части дороги. Какие-то работы дороговые, асфальт на бедной третьей широкости дороги его не имеет. Он просто посыпанный какими-то каменями. Докладно. Это очень интересные дороги. Докладно. Прежде всего увидели проезжающих Марка Муларчика и Михаила Пакея в Титроене ДС-3 Р-3Т Макс. Страшно скомпликована нога. Это с прошлого рождения РСМП в класе третьей. И второго рождения РСМП в класе третьей. И второго рождения Оськи. Докладно. Марка Муларчика, это очень красивый самолет. Это был Фиат Гран Депунто 1.9 в Дизлу. Очень красивый выбор Дизла на полский отклик. И вообще на отклик. Марцин, мимо того, что автотыльно-напэдовое, проезжал на округло. И это, о чем я вспоминал. Этот лук прежавный Р-5 на полном газе уже нужно было, Маруш уже нужно было, чтобы поместить себя в дороге. Чтобы не было за дуже страх. Роберт Качороски, Петр Рам и Я Мродзиак Это соревнователи, которые в своей классе на последнем рейде заняли 9-е место. Забачим, каким уйдет на этом рейде. Выдывало, что не было Андрея Борковского, который был приглашен лансерем? Шкода, потому что лансер был 5-й. Очень красивый. Очень красивый. На старте АРЭК Баутыка с Яска Сментанем, очень известным pilotом. АРЭК Баутыка есть замилование до самолетов Субару. АРЭК Баута. АРЭК Баута. Теперь второй рейд мы видим его в так называемом ЛАНОСе, то есть в генерации Тен-14 Субару-Ипрезы. Так, в этом автомобиле в месяцах Европы через «Валка» на «Навраце» конечно, потому что не легко подъехать на таком Секе с «Навраце» но и в этом автомобиле вместо этого рейда это самолет во время в этом году может быть вершинком. Да, Валерий Паута бизнесменный что безумитный от цены с ее ясно, да, до этого издал mostly А на старте МАРК ТЕМПЛЕ с Аркем Скорупом в серии GT4 СТ-205, тоже прекрасный автомобиль. Старшие коллеги помняты такие автомобили с трассой Мистерств Польской, хотя бы под Марком Герушчаком. В моем первом рейде в жизни, 13-м рейде в Донно-Слоском в 1999 году. Я знаю, как лет это было. Такая машина по Цезаре Фукс. Я знаю, что было несколько таких автомобилов. Если хорошо помнят, то были две фабрычные. И одна такая пол-фабрка. А, да, я помню. Такая машина, как это было. Что-си-фанец, что-си-фанец. На старте Яцек Цзапињский. Не, прошу. Поехал МАРК ТЕМПЛЕ. Объезжаем эту Целику, потому что это действительно маленький автомобиль. Когда-то были топовые автомобили. Они борются из всей Европы. Наверное, те 90-ки. Загадаю. 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 На старте, Jacek Цзапињский з Паулем Тарапацким. Jacek jest лекарем. Которого хобби то райди самохотовые? Ортопедом ездить. О! Ту мусе бежать однёг у него номер. Так, так. Чзапињский з Паулем Тарапацким. Паулем Тарапацкий, пилот. Паулем Тарапацкий. Докум. В раннем райде направим зазиадањ Jareк Хриньок, но со временем остается зма, и напம цена у него есть Паулем Тарапацкий. Паулем Тарапацкий. В полчаса развивается еще чуть guide, мучимо чуть-чуть. Ортопедом не работал о шоуловые локаты. Он опира testimonи в райде. но это не легко приобрести с порта пейли на рейдинге. Докладно, хотя одно и второе требует того, чтобы появилось очень много претензий. Но из того, что я вижу, Jacek, это такой джентльмен-драйвер. Это уже, не уймываясь никому, старший пан, а по-моему старший оде мне, поэтому он уже молодой, не квалификаю себя до этих молодых, хотя он молодой духом, потому что я целый час хочу спать этот час практически. Но теперь, с другой стороны, мы молодежь рейдовая, то есть Патрик Гродский с Марцелем Клайом. Патрик, который тут у меня есть несколько километров, потому что приехали из Бельска-Подольского. От иллюбора третий год на симуляторах? Симулятор является очень популярным в прошлом году. САПС. Попробовали свои силы в симуляторах. В прошлом году, в 2018 году, он учился в реальных заводах. В прошлом году, со своей пилоткой, а также нарешеной Касей Косяк, стоялись в ближайшие машины, в 2020 году. В прошлом году, в прошлом году, мы уже приехали несколько километров. Мы видели его на прошлом рейде. Нистемь, в результате на аварии, в том, что вспоминали в Капче, мы, в прошлом году не было в старте, но не было при этом. Мы победили с Артуром Сенковским, которого мы сейчас увидим на старте. Артур на прошлом рейде, в прошлом рейде, в прошлом рейде. В прошлом рейде было в прошлом рейде. И все будет много времени в рейде. В согласии. Но мы надеюсь, что Артур будет возможность показать его правильное время, которое, как все все понимаем, это очень высокое. Артур очень сильная рейде. И даже с такой гиппиаздой Тарбакмастер, который был в прошлом рейде. Он ездил очень быстро и очень быстро. И очень высокое, и были очень высокие. Докладно. Ауты, которые потенциально не должны быть в никакой способности конкуренции, потому что мы говорим о старом BMW М3 Е36. Но... Артур, так как так, не виноват, что это старое М3 Е36 и с этим самолетом ЦУТа. Ну так. Муви старый BMW Е36, но он видит новая технология. Автома практически 400 кончиков, если даже не повыше 40 кончиков. Завешение, то есть Рейкер, то есть топ-левел. И пара байеров, которые напоминают этот самолет очень быстрый. Не только на простой, но и на закрете. Однако помните, что простые для быстрых самолетов. Но на закрете появились быстрые гиппиазды. А Артуром этого не можем обидеть. Мы сейчас Артуром Руфниатке с Войтком Хабудом, которые, ко мне интересно, были прияты на точно так же самолетом как Артур Сенковский. Потому что мы его запатрили. Поехали на Артура Сенковского. Поехали на Сенковского. Да, точно. Артуром, очень важно, чтобы закончить этот рейд, потому что он был необходимым для того, чтобы получить лицензию, потому что они планировали стартовать в рейде Свидницкий, который, unfortunately, был пресенен. Войтком Хабуде неизвестно, что сейчас рейд Свидницкий, как у нас начали мистерство Рейд Сенковского Рейд Сенковского Акоуана. Таким образом, единственными рейдами пот toc рейдин. Дкова Мастерса Назад Пр Meteор, 공 recovering Ещё счастье Zealand Apct Мартур выехал немного дальше, так, чтобы не было проблем с подстеронностью, и отъехал с вмиарой чистой асфальт, чтобы получить большую прядность. Артур, что всегда на первом выпуске первой элиминации циклу Термак Мастерс есть какие-то проблемы. Ну, это уже другая элиминация, поэтому мы надеемся, что те проблемы его умирают. На старте первая пани-керовца, Агнешка Заэлэцка, с пиротом Матушем Павловским, тоже очень интересная на самочоде, пиаста Рали 3. Да, я тоже могу узнать прятную Агнешку из других, скажем, проектов, которые мы можем сделать, где я езжу как инструкторка жазды спортивной. И всегда мне очень нравятся мины клиентов, которые сидают вместе с ним на засаде «Ой, кобета будет меня привозить, с кобетой буду ехать». А потом сидают, шукаясь своей шченки, примерно, под ногами. Позже оказываете, что кобета еды так больше огарнят. Некоторые принимают это на клату по мэску, а некоторые нет. Да. А на правом Матушь Павловский, то есть человек, который не знает, как выглядит внешний мир, потому что видит его только с правого фотела. Райдовки. Человек, который ездит с каждым. Каждый возможный райд спит на правом фотеле очень много времени, очень много километров. А на старте Павел Пиш, Радослав Мроцкозьки, в Субару, в Субару, в Субару, в Субару. А в Субару, в Субару, в Субару, в Субару. Это тоже зацепляя, которая до нас приехала. Мели до нас калау, потому что это зацепляя с Павел Гриффицкого, также с Заходниопоморского. Так, Субару Макмастерс тоже прицела заводников в целом, с очень аттракционными трассами. Милой атмосферой, с прекрасной релацией с Лайфом. Так, думаю, что главная релация с Лайфом была очень важна для того, чтобы заводники приезжали за ним. Да, это зацепляя, которая была очень плохой пеха на прошлом реле, потому что они не закончили его. Устала их устрема на последнем реле. Совершенно несчастье. Да, это страшный порт. Хорошо, мы возвращаемся немного к тому, потому что в трассе ПРО, в трассе ПРО, в трассе ПРО, в трассе ПРО 1, в трассе ПРО 1, в трассе ПРО 1, в трассе ПРО 1, в трассе 3,5 секунды, над Лукасем Бишкиневичем, и Бишкин Чищлером. О, пожалуйста, то, что все вымудрали, на то, что будет тяжело, то, что Жак показывает, что не слушает нашей релации, и едет свое, и едет быстро. Третий, Дарь Квалийский, за то 6,60 секунды до Жака Собчака, четвертый, Дарь Смулка, BMW 1М, пятый, Дарь Квалига в Субавро-Ипрезе. А сейчас сделают нам немножко выщиги рейдовые. На экране видим Петра Жбиковского, в Mitsubishi Lancerе, который уcieк, в pewnем степени, перед Агом Зауэцком. Так, но запятлоне odcинки имеют это для себя время часом. Если кто-то сделает какую-то страту, или будет вычетно-сибкий на петли, то самоводы потратят себя достаточно, правда? Згадаю себя. Который, ciekawy самовод, wcześniej mieliśmy R5, а теперь мы такие, немножко горьше R5, назовем это, Ford Fiesta Proto. Так, ну, немного Fiesta, trochę Lancer, правда? Generalнее, większoсть самоводов пласы Proto есть вбудованы на месте самоводе Mitsubishi Lancer. И там есть пресчепионный силник уплотнапэдовый с Lancer, надвози есть заадаптованная подлоговая подлоговая, часто это авторские конструкции. И таким самоводом подлоговая, что мы видим на экране. Это песта с серцем и напэдом Масера. Да. А за руководством Томаш Очепа, а перед нотатками Sebastian Дворник. Так, Томаш первый раз в официальной реабилитации. И преттем ездил и боец а с фу и Томаш 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 тяжелые и сложные измерение и и наше Томаш 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 траса будет очень приемлеметно только этих камней из нашей режиссерки есть гораздо больше на дорогу на старте Артур Ровињки Лукас Волох в Скоте Фаби Прото это очень нетиповое авто потому что это построено на механице Subaru Impreзы в противнистве до того, что мы находимся под маской и под плотом подлоговой с Fordа Фисти, которого видели мы через неделю но Артур тоже в своём гараже очень интересное авто, которым ездил в своём гараже я жалую, что он не приехал это Ауди Кватрон это автомобиль который в истории с рейдовых местах поли очень интересный автомобиль но, в чёме это мощный автомобиль очень интересный автомобиль на 56-миндровый автомобиль но, в результате, в том, что есть технологии которые там были использованы, и всякие прерубки, тоже очень аварийные. Помню, на рейде над Вишнянским в 2018 году как в один 35-см стоп-шипном купале встал в среду яблок. В Вишнянском, наверное, трудно не стоять вокруг яблок. Да, да. Там всегда есть яблок. И, конечно, что хорошо поедет в рейду, то еще где-негче можно увидеть ави Артура. Хорошо. На старте за хвиле будем видеть авиа, а прияты картисты. Это захода, которая будет стартовала в барах наших спонсоров, то есть неготки-выциерачки самохотовые и Павел Фердек, дорадца кредитовый. Но мы видим... Можем иметь проблемы, потому что кто-то другой доезжает, но уже отъехал, уже отбалил авто. Да. Это был Томик Учепа с проблемами. Да. Для меня автошка это прото. Несколько это не понравилось, но иногда это вызывает много проблем. Эти струкции и эти струкции могут быть немного неизвестными. Но в первом сезоне Войтех Учепа было много проблем с троумом, что все спады и реновы. Такое место. Да. Такое место. Несколько часто техника потратили заводить. Я помню, как в цикле Тармак Мастер несколько лет назад ездили мы с Камилем Винницким. Веноприо. Так, я помню. Веноприо. А в засаде старались мы ездить, потому что в течение четырех рейдов аварии улегло пять скринь беугов. Так, скринь беугов была очень интересная. Такое место. Я помню, как на рейде в Строну Слоском не смогли даже ехать до выезда с сервисом до ПКЦ Зеро, а мы уже были за собой две скринь беугов. Спасибо. Но, в последнее время, в конструкционном автомобиле в конструкционном автомобиле, но в конструкции... Не знаю, что старшие кибицы или те, кто интересует себя как из Таро Рейдов, узнают эти марки. Это марки крестового автомобиля из Стронова-Вау-Вчицца в сезоне 98, где он победил титул мистер... 97, где он победил мистер Европы. В 2008 году ездил в мистерстве святого. А так, как я еще не помню, но я помню, в конструкции 97 мистерство Европы, в барах 100 мил. А за руководством Павел Грювач на правом футеле Булажей Чекан. Того не дебютуются, потому что Тарбакмастер не видели. Сейчас на старте, а в засаде уже на трасе видим Марчина Ковала с Себастьянем Ленковским в Минсуги Шинансер. В прошлом году дебютовали в РСМП. А также в прошлом году появился на рейдах в рейдах окрэговых, в прошлом году рейли Кипа, рейд земи в Упчицке, который еще не ехал в цеху Дармакмастерс. Так, до Марчина Ковала можем тоже смотреть в цикле документальном РСМП с Тори, который говорил, что его ланцер это его детство. Так, что он говорил, что мог бы перейти до Р5, но этот ланцер это его детство. Их запретил. Их запретил. Если вы хотите купить рейдовку, то Павел Фердек запропонует какой-то 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 на старте Пшемк Гайовчик с Пшемком Барилом в Субисфилансере из того, как видится Эво-5? Эво-4? Эво-4. Нистетт на четвертом odcинку попреднего рейду имели аварию электрычную. Розговаривали с хлопаками. Тоталее странили крон в самохоте. И на этом закончилась их история с Техмол Рэд. Как можно говорить, что электрыка, вязка электрычная в самохотах то мало значительный стрегул. Но авария электрычная была очень популярна на рейдах. Докладно. А теперь kolejная залога в Тойоте Селице GT4, czyli Кристоф Ласка с Лукасшем Запардем. Лукасш в прошлом году miał оказывание стартовать в РСМП с Артуром Ровињским. Ораз в рейдах РО с Кристофем Чикором. Украш тоже собирал доставление. Могли, что стартым РСМП так на правде сбегло в Селице и дали ему много доставления. Докладно. Докладно. А тут снова видимо выщиги рейдовые. Две залоги так на правде в едной шыкане. В ЗОЦе będziemy mieli интересную ситуацию при повроте до навроту, потому, что селикоу залога Ласка зафарт будет уехать. Докладно. Докладно. Их заводники будут уехали просто. Докладно. 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 у нас Докладно. 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 Это фиести ралли 4 и пержоты 208 ралли 4 Докладно, на филове есть два иные, две конструкции изготовлены до класса ралли 4 През производителей Отврочила немного тенденция, потому что эти оськи до той поры были Синегатуральными, синегатуральными Но на конструкции ралли 4, в зависимости от изменения регуляций И основного тренда донсайзинга Это самороды малых поемностей с турботуржентом Докладно, из того, что я помню, то есть литровые Да, поемность картону млека, некоторые могут сказать Но этот картон млека на самом деле дает радость Охо! У меня есть грязь Да Пару грязь Пару грязь Пару грязь Пару грязь У меня есть проблем с правым, полным завесением Так Пару грязь 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 И есть тоже подобная навешняя, как здесь. То есть очень много сифов и камней. Докладно. То есть, чесно, слеско. То, что кибицы очень любят. То, что спортсмены любят немного меньше. Но это соль. То, на что все ждут, что все хотят увидеть. Докладно. На старте Симон Цисляк. Очень быстрый руководитель. Полин-м. Чесно. Но, в прошлом году. В прошлом году в ПО в классе главной. Так, в классе главной. В 2-будель. В классе оперативных на одну ось. Да, но в последний рейд. Рейд, за конкретной цифровой. Выиграли свою классу. И когда у вас первый рейд, Язда и выглядит. Когда ты стоишь при выпуске, то язда выглядит на шутку. И еще раз в час. Потому что не всегда идёт позже. Им волнее это выглядит, тем лучше будет время. Да, да. Сухое око. Гоэ око не всегда, не всегда. Продолжение следует. Сухое око. Сухое око. Сухое око. Сухое око. Все камеры сягают в этом моменте и мы знаем, что это происходит. Продолжение следует... Недалеко до шерсти трассы, поэтому Сухое око. Я дадим, что партнерами нашей дизайсной релации Сухое око. Павел Фердек, эксперт кредитовый. Да. Квила для спонсоров прервия. А в данном случае в этом моменте невероятное действие. На портеру. Докладно. Дисей, так как вы можете увидеть на экране, чекают нас еще два выхода. З 2-го прежезда этого odcинка, czyli 3-го odcинка специального о 12.30, а в 15.55, из ом. 5-го, 3-го прежезда Ом. В данном случае, скажем, что погибли, скажу, что в результате. В плясах 1, чем плясах 1, в 2-е, в 3-е, в 3-е, в 6,3 секунды, до жадка Севчака. 4. Дарь Колаевский, 3.60 секунды, 5. Tomasz Kuciński, 6. Artur Рубниотка, 7. Artur Сенкowski, Artur достаточно спокойно, он тоже очень смотрит его часы и его успехи. 8. Давид Смулка BMW 1М, 9. Arek Баутыка, 10. Mariusz Прэш, конечно, с пилотами. Конечно. Но тут мы можем увидеть самолет Блажея. Видите левый пшот, где-то какие-то проблемы должны быть. Самолет был запрещен за трассой, за тассой. Безпят. Докладно, мы надея, что здесь видим, что здесь снимка, которая, я надея, решит, что сейчас мы будем рушить. Как видим, что карта возвращалась в руки пилота, поэтому сейчас мы сподзиевать, что начнем сезон. Симон Цище, шлях, пара Убор. Пошло немного этого автомобиля, потому что это очень красиво. Самый автомобиль в злой эре польских рейдов. Но и так это менее лучше, чем закончил оригинальный автомобиль, потому что он сильно взрослал на рейде Великой Британии, поэтому не было с автой, что снять. Но, несмотря на то, кто идет грубо, что ему нужно сделать, что ему нужно. Ударить ему нужно. Парафразируем, но счастливее мы уже возвращаем с первым специальным рейдом Третьего рейду Зимы Глубчикской. И видим Симона Чищлака с Павлом Похронем, в хорде Фиеста Рейли 4. Докладно, на авто 3-цилиндровое. Брит тоже специфичное. На авто 3-цилиндровое, не менее, на авто 4-цилиндровое. Но в выдании рейдовом этот дзвенк тоже приемное. Докладно. Так как уже вспоминали, литровый трех-цилиндровый, турбодоладованный. Практически такой сам силник, как у меня в цивильном автомобиле, только совершенно другой. Такий сам, но одинаковый. Так? Докладно. Окей, но Peugeонт, наверное, 1-2. Не отробили мы лекции, не запоминали нас так много с спецификацией технической этих новых самолетов. Докладно, но можем поровнать, хотя бы по дзвенку силника, что это две совершенно разные конструкции. Фиста проехала, можно сказать, практически не мало то есть глощие, но эта 208-ка была выразительно слышальна и, я думаю, что кибицам этот другий длиннг значительно больше сподоба. Так, виделись на экране Камиле Болка. Камиле на сегодня стартует в Министерствах Польских в РСМП. Старт в Тармаку трактует как тренинг, так на правде, который может подготовить для этого сезона, как только выстартует. В сезоне 2021 стартует в новом, пахнутом новом, в рейде Peugeотен 208. Тармаку в рейде 208 Р2, так как подобным, но совершенно другим. Мимо что это тоже по 208, то там был атмосферный и это было не. Так как с этим у меня и в рейде 4. Подобно, но другим. Продсихом до передачи до тренинг но это не простой элемент этого видео. Докладно, как видим, уже следующий руководитель имеет проблемы, но в международном этапе ручили две соревнования. Первая это Балбина Грицынская, которая будет проводить такой внутренний кофейский поединок с Агой Зауэнцкой, как две пани-керевцы, вместе с Лукасем Гвяздой. А по ним ручили до ручки Михау Тохович с Клопом Биаловым, в следующем Peugeоте 28 Рейли 4. Упоминали мы, кто ними едет. Балбина Грицынская, ну то есть церковь Роберта Грицынского, czyli Мистра Polski с 98 р. и с пани организованником. А Михау Тохович, до тех пор я помню, из лициков гургурских. Он стартовал, он стартовал, он стартовал в Рейдовисе Маходовой Мистерской Рейли. Он по первой ручке Мистер Словакии, ОМВ Махмошн Рейли на Словакии Рингу, который закончился нечо до них пехово по урваликово. Это был рейд мощно хайадесовый, так называемый. Было много скучных прескорд и на один из таких прескорд коло отворилось. Так. Так. О чем с трех цилиндрами можно поехать на трех колах, уже будет труднее. Так. Поверь это Лешкови Кузейови. Лешкови даже на двух потратил. Лешкови есть очень отличная личность, если говорить о польске рейды самохотовые. Для него не было не возможности, а если что-то было не возможно, то он просто о том не знал и то робил. В межнекции до ручки ручки Кристоф Доминик с Андреем Цинкосем с фестой рейли 4. Это лошадь, который мы вчера видели в конец цивилдайпер, в Пежо 208 Р2, в феста Р2. Так, что самохоты предненапэдовые в целом они не знали. Но для старта уже готовился Грегор Бондер с Якубом Гербером. Так, Грегор Бондер, прошу тебя на старте свой ежний Кристоф Доминик. Добро ты раз уже. То ли моя побылка, прошу вас. Потому что Павел Назик, одна из тварей цикла «Тармак Мастерс» нам тут мешает, старается нас деконцентровать. День добрый, поздравимы тебя, Павел. Да, конечно. Доставьте сейчас Грегор Бондер. Грегор Бондер, человек оркестра. Ведяешь, что Грегор был артистом музыки диско-поло? Не знаю, но смотря на то, как ездить по подсчинкам специально, я знаю, что он есть артистом. Так, он артистом. На правом фототехнике сези очень молодой пилот Якуб Гербер из Познания. Якуб ездил между «Счастливый» и «Пэховый». «Бардо пэхово» это практически очень рано, чтобы уход на пляже на пляже без удачного в ниц. Но полетели «минкки». Не трогали из одного джева, потому что без дрожка самолет может поехать в каждую сторону. А вот тогда мы только пасажерами без взгляда на котором фототехнике и чекаем, что самолет сделает. А единственное, что мы можем сделать это накиснуть на хамулец. И молиться о том, чтобы либо в «минкки», либо не трогать в « ниц». Да, не всегда это все успеет. А на старте Пауэл Ханкевич с Ярким Крымиуком. Это захода, которая планует старты в РСМП. Как только этот цикл захода это новая для них самолет, по-минккаме 208 Рейли 4. До того, Пауэл стартовал Subaru и кразо ГТ. Однако это были очень оказательные все-таки Из-за Пухару ПЗМ, который несколько лет назад был развиванным. Пауэл был когда-то в ближайшее время в рейдовой второмнике Продолжение следует... 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 и перифицировали оттатки. В общем, от запознания с трассой до обладательного райда не изменилась навесная, не было каких-то несподзеванных ситуаций. В общем, подавили оттатки, смотрели какие-то варунки на дороге. Варунки на дороге подавили себя очень быстро. Эвентуальнее, конечно, между прежедами, так как первые заходы, которые приезжали и видя на этом odcинку, который для Państwa transmitим, видя были чистой линейки. Сейчас из этого сухи гораздо больше. В такой ситуации очень приезжал бы именно шпиг, который проезжал подчинку, поинформировал заводника, что тут есть сух, тут есть, тут не можно подчинку, тут можно подчинку, тут можно подчинку, тут можно подчинку, тут можно подчинку. Возвращаясь до ставки, то выставка был Раде Косиак, а теперь мы должны видеть Гигора Бартоуда, который, из того, что слышали, по вчерашнему дню, вчера был проведен про-лог, супер подчинку специальный, на слодовне в Упчицах и он еще потом подчинку выставал, потому что там заезжал какой-то очень мощный, очень большой скок. Не знаю, что это было, но подъезжаем, это есть причина. Так, подъезжаем какую-то аварию механическую, но Раде Косиак с Войтком Кордушем рушили на трасу. Возвращаясь отчинка. Укаса Стерлии тоже нет, поэтому выставил Филип Пиндал. Как вы стартовали? Выставил Филип Пиндал, барвак, тоже титул одного спонсора цикла, Мартен. Филип учитывал рейдового ремесла. Мам украшение, что мощно перепрасывал зимой, потому что в этом сезоне эта езда выглядит гораздо быстрее, чем это. Докладно. Укас Стерлия, о котором wcześniej вспомнилаешь, очень быстрее, очень быстрее, очень высокий, очень высокий, очень высокий, но не можем его увидеть, потому что на контузии, которые набрали в сезоне майя. Преврошил на роверах и уничтожил колоно, поэтому, поэтому, мы желаем ему быстрее повроту до здоровья и быстрее повроту на специальные подъемки. Могу за спорт до здоровья, правда? Докладно, поэтому я его волю. Моторспорт, это он значительно здоровый чем езда на роверах. Ну, повреждай. А видим затриманный самовод, который нам пресгреба. Вдает мне, что был это Михаил Хробиўки. Ну, не знаю, не знаю, что я показывал на контузии в карте обувиазки. По тем, что показывал на Техмолоралии, не знаю. Докладно, Радек Осяк, можно сказать, что затримал себя, чтобы показать себя кибицам. Но там не было проблем с запятом первого беда, а на счастье кто-то мог заблоковать этот отцинет. Згадзо себя. Достаточно душе стес для Камила Кавалца и Себастьяна Крежевского, которые стоят на старте, ждут, не знают, что будут могли рушить, когда будут могли рушить, как это все будет выглядеть. Такое состояние на старте это очень стесовое, что-то часто, потому что есть в полном расходе, запятый каск, запятые дзви, а в самокодзе есть громко, а опоны гораздо зимнее, потому что они обычно разгрелят подсинкем, чтобы искать как-найшую прицепность. Но стоять на старте, часто на первом закончене можно разгрелить по такому предлуженному старте, потому что опона уже стратила свою температуру и не клеи. Докладно. И myślę, что это очень важным проблемом, для каждого, как и пилота, что стоя на этом старте, они должны быть скучными, спятыми, психически настанивированы до того, что они сразу будут рушать. Но если такой старт будет продолжать 5, 10, 15 минут, начинает входить смысление психическое, которое может быть... И frustрация, так на правде. И frustрация, которые могут быть обжавленным каким-то меньшим или меньшим блюдом на odcинку специальном. Конечно, мы желаем, чтобы без проблем доехали. Пилот получил уже... Не кратчьми, не кратчьми, так? Пилот получил уже карты дороговую до руки и сейчас будут рушать до старта, до odcинка. Так, захода Камин Кабалец и Себастьян Чижовский. Заход, что в прошлом сезоне были миштябрии в Тарбаках, классный Теха, два Super KJС-а. И жили в рейтах немного нижшей лиги, можно сказать, нижший рейд окрэговый. Ну, в этом году сделали лицензию на рейды окрэговые. Преседли ся также с Honda Civic Type R на Renault Clio третьей генерации. На попреднем рейде занимали шестое место в классе Pro 1. То есть, что новый автомобиль не трудно им шибкой езды. С твоим doświadцием то Renault Clio часто трудно? А не дегенерация? Не, не, не. Там была вторая генерация, были проблемы тросечки збуду самохоту. На счастье zostały позднее розвязаны и самохот уже позднее езди безаварийно. Атамиас хлопаки едут третью генерацию, новшую, потенциальней szybszą и, как вidać, заезжающую до меты, бо на попреднем рейде заявили шестое место, так как вспоминали. До меты змеза уже Филип Пиндел, выехал з того запетлення и едет уже в керунку меты. Прокладно, Андрей, а если могу вас попросить, можешь нам прочитать, как выглядит ситуация с часами в классе рейли 4? Загадали мыся. В медзйасе, как Андрей споглода на вынки, я только помню, что до рейду рушили Рафау Вуциковский з Булажеем Рошакем в холдзе Силик Тайтер. Так, в классе рейли 4 в первом оценку проводили Камил Болек с украшением Стрэмским. Другой есть Якуб Колин Брежзиўки с Симоном Марциняком. Третьи, Павел Ханкевич, поэтому Павел Тайтерна Вады залича мощный поврот, приятнее на ту хвиле. Далее еж шибкий. Чвартик, 10 секундер с Якубем Герверем. Пиантий Михај Тохович и Пётр Бяловас. Шеста, Балбина Грециўка. Сиоми Кристоф Доминик. Остой, Симон Симон Сећлак. Допиара могла быть... Прето проблемы на навроще. Згаддася, докладно. Те же вплнено на его веник. Девионты, Ясо Решард Пуска. Страта Крудзиўкиго до повротејцкого Камила Болка то 1,7 секунды. Павел Ханкевич на трејси мейсце праси уже 6,9 секунды. Далее Грегож Бондер 9,4 секунды. Михај Тохович 9,8 секунды. Балбина Грециўка 15,6 секунды. Далейна. И сейчас мы видим Матюшу Феругу и Александр Прыбылок в Саачи и Бизе. То есть две заходы, где пилотами могут быть женщины. Академия, пилотки могут быть более популярны, чем пилот, если пилот. Да, если пилот. Действительно, это такая из-за спокоя, который они приведут. Академия, когда пилот должен быть в состоянии остою спокоя. Чтобы пилот всегда чувствовал себя свободно. Чтобы не было ничего не принимать. А если появится какое-то цище, какое-то проблеме, то немного его поменять. Пилот не должен только читать, но также читать в определенный способ. Интонация огласа можно приспешить пилотом или освободить. Тебе надо думать о комфорт психичный. То есть, это очень важно. Но идеальная ситуация, когда пилот не мастит себя ниже другим, по-за пилотом и пилотом пилотом. А тут мы видим очень интересную ситуацию, когда захода выполнила бунт. В ситуации, когда пилот должны вернуть, они просто поехали, так что они будут иметь кару. И, возможно, скоро поехали дальше. Может, там дошло до какого-то непорозумения, или уже поехали на вруч, или нет. Это тяжело мне сказать. Забачим в результатах, так на правде, что станет им надано тарифа, или нет. Если будут им иметь первый час, больше, больше, чем остальные, то значит, что они должны поехать в Европу. Да. Да. На старте видим уже Марчина Горного с Патриком Олегничаком. Это захода, которая достаточно регулярно в 2018 году стартовала в РСМП. Но они имели несколько прерыв. На счастье мы их с повротом увидим, в ПЕРОЧе 208 Р2. То есть «Р2» куда б пили, что с ранее grille, чтобы у нас была на ... на好的 «Турбо», в котором нужно поехать моментом. То есть «силити» только за высоко, тем пиком моменту, чтобы поехать. Обознающе. Продукую на кольцовстве у нас видели проблемы заходи в СРЦИ, Виде на шыкане. Деликатно там видием, что не помещили. Видели мы сейвчарцы поправивающих эту шыкану. Шыкану есть таким элементом, который является неизбенным, потому что за сейвчарцы нужно немного освободить. Для зауг, это элемент, где можно очень много тратить, а так и правда не много заслужить. Прекрасно. Виде мы сейвчарцы поправивающих шыкану. До такого уклада, как должен быть. Так, чтобы каждый из керавцов имел такой же уклад трасы, в этих местах, в которых организаций может быть шансом. А до odcинка рушили Михау Кујава с Яцкем Новоческим. Начателем 28.02. Яцк Новочески был очень большой в первую очередь, который был на Сомаре в Севастополске и с Севастополком. Прямо с Родзиантом Микулевским. И я, не уехал. И заћога стартовала в первой элиминации, цикл Таро Багмаздер в этом скроне. И так, мол, ралли не ездили слишком долго на втором оцинку, затошили. Докладно. На счастье, как видим, И мы увидим, что случилось не было особо страшное. Третья была целая, машина была целая. И мы можем увидеть их на сегодняшнем рейде. Так, может... Посмотрим, что происходит на втором выпуске. Нужно рушить. На втором выпуске... Прошу. На втором выпуске, снова на первом месте, Грегор Греб. Второй Збишек Габрысь. Третий Збишек... Третий Збишек... Лукаш... Брача Котарбови. Твёртый Макия Глубиак. Пиози Войта Хухаа, который страдал 11,4 секунды, а прят не я, думаю, что будет фаворитом этой импорзы. Может быть, выполнил какой-то бинт. Шестой Мак, Нудак. В visualном случае, только шести предоставнику. Для другого специального odcинка. Мне все равно не прекратить меня, потому что, в прошлом ride, на последнем специальном выпуске, в Публецк, до Каспара Глублевского, не так как вы… до Томка Касперчика… Домка Касперчика. отрабатывает около 5 секунд, так что только 13 секунд, которые сейчас тратит, еще, моим мнением, не скрытит его с борьбы в этом рейде. В этом моменте Wojtek Ухауа является на третьем месте, на эту минуту 12,90 секунды. 12 секунд это один пункт, который каждый может выполнить. Згадо себя, видели уже руководства, которые были проблемы на наобороте, а это только один из элементов этой 15-kilometровой петли, которая будет проезжать еще через них двух лет. Райды были непредвидевалны, и все еще может случиться. Не оценяйте рейду по второму рейду. А именно, что я уже говорил, мы наобороте, то есть еще раз страта. Если по таким случаям кто-то, если кто-то замотает на наобороте, кто-то пробует отрабить. А сейчас поедет быстрее, то это на дороге. Это часто не закончится. Это часто не закончится. Но сейчас на старте, а в основном, уже на odcинку, Петр Калинский с Sebastianом Вахем в Peuge 208R2. Это соревнователи, которые... Петр Калинский в прошлом году стартовал в РСМП. Если хорошо помню, вот такую клиовку второй генерации. Да. Это было клиов 2. Твой любимый самолет рейдовый, так? Да. Самоходы марки Рено с моими. Это моя укохана марка. Укончили chyba два рейды в этих самолетах. Альпин? Альпин это рейдовый рейдовый. У меня есть какая-то приемность нетупового старта? Альпин 110, так? Так, так. Точно. Это был рейд военнослоск в 2017 г, но тоже гохарин сейчас. На представительном выпуску мою шутерровую крючком Светофлетеру заходил с эту часть вверхную часть срок. О такими балки сроками и дальше рейдом не знаменит. На этом . Это очень мягкими элементами природы, что лучше доткнуть с шиканом, чем с деревом, но иногда это достаточно, чтобы не уточнить. Да, иногда деликатное мучение закончится проблематично, потому что такие элементы могут разбирать самолет. ПЕРОТУ 288 в этом сезоне, правда? Топом сейчас есть ПЕРОТ 208 РАЛИ-4, но ПЕРОТ 208 Р2 так много их в этом моменте смотрели. Апропо ПЕРОТУ 288 Р2, прямо сейчас Адам Врославский с Камилем Хеллером. Камил Хеллером, который был мишц полский, который боролся с Филиппом Нибетом. Угу, согласен. Для них это первый старт в этом сезоне. А теперь на старте очень интересное авто, ПЕРОТ 306 Александра Антона и Рафаа Фиоука. Да, очень интересное авто, с шалейными мархевами. Очень быстрое, очень необычное. Очень интересная конструкция, не виделись второго ПЕРОТа так подготовленного. Как это? Докладно. Олег Антоз очень часто стартует на долно-шлоских, и, как и о том, о том, о польских, а также в цикле Мартен Тармак Мастерс в рейде окреговом это его первый старт. Вчера он только ездил в СКЛТС. Кибицы, которые ждут в этой трассе, мы решим закрывать уши, чтобы не расстрелить им бэмбэ. Докладно. 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 Про 2 выездить. Да, прошу. Но Рено, конечно, да. Конечно, никто не говорит, что не да. Прошу всех фанатов, которые не говорят, что я ем до Рено. Но здесь нужно немного помнить о моем коллеге-комендаре, который не любит уже этой марки. Почекаю, пока появился Дарек Полоњский в Фиате. История ся обручи. Не упоминай. Артур, Дугож и Вартош сябла уже на трасе. Давайте посмотрим, как пройдут шканы. В этом случае, пленнее, так, с шканы нужно ехать. Докладно. На старте можно увидеть старшую конструкцию. Хонды Civic VTI 5. генерации. За kierованницей Томек Плавецкий. През нотатками Павеў Каин. Хонды тоже очень популярны в рейдах. Но японская техника, мимо этого, но это авто уже почти 20 лет. Дальше они очень быстрые и очень конкуренциальные. Погналы подгрызать на новые новые конструкции РАЛИ-2. РАЛИ-4 и Р2. РАЛИ-2. 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 РАЛиль-2. РАЛИ-2. РАЛИ-2. Титруэн С2 Р2, который был первым автором класса Р2 своего времени. Opel Адам, ну, есть подобно конкуренционный, в составе ГТ-208. Он, подобно, шибкий, можно на нем использовать подобные часы. Ну, посмотрим, как порадят Дамьян Лата с Михаем Майевским. Дамьян тоже очень шибкий руководитель. Он ездит много лет за собой. Дотыйчас обычно в Мистерствах Польских. Однако в циклу Тармак Мастерс мы увидим, как будут себя справить. В прошлом году вы ездили титул вицемистра в классе ПРО 2. Так что на певно дастся быстро поездить. Только из того, что памятам, ином самолетом ехали. Так, ехали ПРО 288 Р2. Дамьян твердил, что Апел Адам будет быть шибким. Которые пешки в этом сезоне на Адама. Докладно. З какого-то поводу та преседка наступила. Дамьян Лата тоже, наверное, шибкий. Продолжение в Мистерствах Польских. Там был еще раз старт в Лансере. Да. Доправно. Они ездили много самолетов. Там был Лансер. Была Фиеста, ПРОТО. Потом были какие-то шибкие хошки. През нами ехали ПМВ Э-30. Легко тоже зарзываясь тылом на легкий муку. Докладно. 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 А если мы говорим о женщинах в рейдах, за минуту на старте мы увидим Мачка Матышиака с Каролином Бачковской, то есть следующая парня на правом потере. И следующая Рено Кио-Спорт. Сейчас мы услышали какого-то Кауашникова. И был это Олег Антос. Да, кого-либо можно сподзевать? Не знаю, что карабин машинный, под подпозьем. Мы надея, что стреля только и влечение шлепаками, и что не будет никаких шкод нигде вокруг. И так, как вспоминал, Мачий Матышиак, Каролина Бачковская, Рено Клио-Спорт. Уже поехали в рейдах. Открытие нападовых не зарзуца аж так на этом закрете, которое зараз у нас режиссерки. Докладно. Там может быть ивентуальный проблем с выключением przоду. Академы на пыль. Проблемы Дамьяна Латы на оброчке. Да, деликатные проблемы. Уже поехал, запил один и отъехал. Который пыль. Другой пыль. Другой пыль на отсеке. Дальше. Дальше. На старте можно сподзевать Грегорза Хрициука с Себастьянем Трскому. В следующем пылье 208 Р2. Так, как вспоминал, есть их достаточно много. Так, для них это стартовый самолет, потому что в Техмодорали стартовали Фордом фестом. И стал закончен достаточно шпехово, и я помню, там та заћога зроловалася на первом odcинку Космос. На первом odcинку. Докладно, там были проблемы. Если хорошо помню, при ландовании по таким шкыце, на счастье, заћога вышла целая с этого самолету и можем их видеть. Co правда в инной конструкции, но важно, что заћога есть целая. Можем их увидеть на старте до этого рајди. Да, это было очень подсветливое место. Паре других заћог тоже было там проблемы. Но для заћоги, в которой чуть-чуть тряска, скончилася. Это несколько как-то најгорше. Да, согласен. Вчера мы ехали в клаше ПРО-3, а теперь видим их в клаше ПРО-2. Иные самолеты, иная конкуренция. Жыцем им, чтобы мы могли увидеть их на мэте. Это очень интересное, потому что есть такая штука с старой технологией, как можно сейчас посмотреть на экранах. Хонда, 20-летняя, шкигала в миаре нового ПРО-2. Это прескок generacyjный о паре генераций самолетов. Однако часы на odcинках могут быть очень, 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 очень подобны. В этом случае в таком случае век не играет аж так в душе роли. А как старшая генерация начинает считать, что, как будет нужно, мы могли быть в миаре шибцем. Так. Гориавит и до прорум. Это наш эмоцион. Окей. Макёк Матышиак с Каролиной Пачковской на навроце отъехали. Без проблем. Кто сейчас до нас от дула до нас? Дамьян Мата поехал уже в трех метр. Метры мы еще за пару километров. Там вы видите на экранах, как самолет отъезжает в сторону солнца. Матышиак. Матышиак. Матыша. Матышиак. 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 Нам здесь матыш. Матыш. Матыша programов. Матыша. 這一 палашов колехи. Матышиак. Матышиак. Од5000LD-ти пашев lim Уданная конструкция. Докладно, особенно Peugeot 106, который, из того, как помню, характеризовал себя штифной, tylной белкой. Штифная, это была такая французская, где, вместо свежей, были дорожки и скрепные. И мою вторую штузстку, через то, в общем, разбиłem. До свидания. Самоход очень нервный, но вернемся к тому, что мы видим на видео. На старте мы Себастьяна Бойдоуа с Андреем Мровчиком. Это захода, которая до тех порта старалась в классах КИОТС, СКИОТС. Но в этом году сделали лицензию. Како лицензионованные заводники мы оказали их в райде округом. Так, ну, популярный, generalний, забег в этом моменте, потому что, на самом деле, обострения и право, которые мы в этом моменте, КИОТСы, они, в этом не могут путь. А РО уже залечено, как спорт профессиональный, поэтому, ну, те заводы могут в этом моменте путь. Как видим на заточенном образе. Да, да, да. И, так на самом деле, прескок в гуру до райду округового, он тоже поводит, что можно получить больше doświadczenia. Те райды самые длинные, более сложные, поэтому, если кто-то хочет идти выше, то это единственная дорога. Аккуратно, мы видим Марка Ватраса на навроце. Марчка Ватраса. Аккуратно. Аккуратно. Да. Аккуратно. 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 Продолжение следует... 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 Не, это был Лукаш под часы и Макеем Усэм. Опэл Астра, сейчас сейчас гораздо более видевана на польских odcинах. Когда-то очень популярная опэл Астра ГС, это были такие классы, классы Н3. Я согласен, этих автомобилей было очень много, но достаточно тяжело прерывало время. Сейчас гораздо тяжелее найти такие автомобили, не только на дорогах цивилизм, на дорогах публичных, как и на подсчинках специальных. Прокладно, но опэл Астра дает очень порядочный самолет. Додам только, что коментируем, именно из опэла Астры, то думаю, что именно Андрей нам такую информацию дадал. Прокладно. Видим БМВ на навроце, цесно, на округло, без надмирных навротов, было то БМВ, Якуба Волскiego и Бартоса Кравца, которые ходили как единственные, в классе истории. Да, звездой классы истории на последней eliminации Тармака, то есть Техмол ралли, был Жак Судер, в Fordе эскорте, в Уэрце, в реплице, самокодов, в френте памяти, не отжалованного Януса Кулига. Но сейчас сейчас нужно было, наверное, в Мемориалу Януса Кулига, в Беличце, не могло бы заблокать этого самокодов, в тамном месте. А на старте первые заходы из класса ПРО 3. Видим Кайетана Швидера, Кайетан Швидера, Кайетан Швидер и Марсин Борецкий в Хонде Сивик. Терменко, в первых, в мемориале есть очень много в класе ПРО 3. Вспомн externally, здесь с автомобилами. Техповые, две парни Шесть, в Трени Саксо, или р2х, которые также звучат. Р2х была одна из первых мест, который также отжился до запрессора ПРО 3. ЗадавшиеO которые в траманках Кайетан Швидер, так как бы до часов удовольствия, то есть так доставлено, чтобы машины не работают конкуренционные. Докладно. Помимо того, что машины конкуренционные, не только от автомобиля все зависит от автомобиля. На прошлой рейде Кэйтанг Швидер с Марсином Борыцким выиграли этот рейд с более минутой над следующим заходом. Вкладка мяса между водой, а очень важная, так? Да, сам автомобиль может быть сам сам не поедет. Это еще не часы автономичных рейдов, и мы надеемся, что эти часы не надеются. А на старте Лукаш Юрга. З пилотом? Там была дробная смена в отношении до листа разговора, поэтому мы не знаем, кто есть пилотом. Докладно, на листе разговора Матеуш Павловский, но как мы знаем, он едет с Агом Заленцком. Так, что зараз как только будет перед нами проезжать. Бартош Ныкер, наверное, захода Лукаш Юрга, Бартош Ныкер. Так даже мне поедет с написанием на правой шрибе рейдовки. Напис может быть очень игрой. Так, что, как говорится, на левой шрибе. Для тех, кто может не сядут в рейдах. Миски заходи на шрибах рейдовок. Миски заходи Миски заходи Миски заходи на левой шрибе Рейдовки 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 Аминькер Миски заходи Хонда СиВИК, которая очень часто видевана на экранах. Это, наверное, самый популярный автомобиль в этой классе. Докладно, разные generации. Главное, пятая и шестая. Вчера мы видим авто пятой, а сейчас на старте мы видим Яна Кручка с Симоном Хавро. В шестой генерации Хонды СиВИК. Хонда обычно дорогая, чем выглядит. Как называл классик. Докладно. Те автомобили очень быстрые. В результате мы имеем время в результате, как это все выглядит. За плечом Хонды СиВИК, это очень очень негативное автомобиль. Скода Фабия. Кто ездит с Кодом Фабио? Премек Кристофиак и Якуб Махнинк. Скода Фабия, что на желтых табликах регистрационных. Забытка, незабытка, часть коллекции. Такие автомобили тоже могут ездить на желтых табликах регистрационных. Но это автомобиль, можно сказать, что в некотором степени Тармаке. Премек с Кубом ездят от многих сезонов в Тармаке. Завтра это очень быстрые кирицы. Очень быстрые кирицы. Очень быстрые кирицы. Но в прошлом сезоне очень несчастливые. Очень успешно. Выставили во всех четыре ручки Тармаке. Но у закончили только две. В остальных двух выелиминировали их различного рода. Авария самовая. Авария деликатная обцирка. На одном из рейдов деликатно закончили через школу. В школу отбила. Стряжка киробничего. И было по заводам. Важно. Важно. На втором рейде, на втором рейде, на первый рейд, на второй рейд, тоже имели проблемы. Слали капча и с машиной претурлили, так на правдой, с большим расцом. И наконец, на конец, они седьмое место в своей классе. В общем, так выравнивали один капча. Надо сделать весь рейд. Скода тоже делает себя стрелять. Те же нужно себя устрасти, когда приезжал до Фабиа. Но я надеюсь, что Фабиа не есть по каким-то представителям хандаловым. Какие-то фабиа цивилинные представители хандалы, кто-то всегда наиболее захочет. Та тоже на тиле шибка, что ни один представитель хотел бы так ездить. Да, так же. Какая цела же подскоксила? На старте залога Матеуш Кокошка з Лукашем Шведем. В перзо 106. Так, Фабиа 206, можно сказать, уже немного классик. Правда, в этом есть то 1-6. Так, мы класть до 1000 х. Зайки поемности. В Киевище в ПОССЕ был проводен пухар марковый Фабиа 206. С силниками 1-6. И это было очень много. И еще эти рейдовки часто ездили. Они были так поправно выполнены, так породнень, что иногда еще раздражали на снимках. Я не знаю, что это тоже не такая экс-пухарушка. Если я хорошо помню о истории Матеуша и Лукаса. Это пухаруки, из того, как я помню, были очень глощный выдох и очень мизерную клатку. Эта клатка была, конечно, согласна с регулями. Но в старшинку долины конструкции была эта клатка скрэцана. Не была так безопасна, скажем так, клатка с регулями. Прошли как пухарушка. То есть, что в моей истории могло быть. На старте мы зараз могли сподзевать Дарка Зелиниського с Михаем Куосом в Фище Р2. В интересном смысле, не Р2. Р200, если ты помню. Р200, это немного опциональный М-спорту. Это Фиаста Р200. Но я хорошо помню, что он имеет до рот на четыре предпочнице, и пара там еще других изменений. Но это на пауна Фиаста Р2, но это Фиаста Р200. За тем, каждый может еще что-то научить, конструкции Фиасты Р200, на пыль. То есть, Вена Спорт Лайф бави и учи. Так, бави и учи. Дарк Юж Желинский, Михаея Куоса, мы могли на оцинку, на котором мы были при техмололе. Интересное событие, когда мы сделали два капча с одной стороны, так потосили с двумя прибитными пыльями. Такое дело только на фиэльках. Примерно не так, что без опы. Те опы в тракте отчинка спадали с фельг и захода закончила сфельг на фельгах. Часто еще хорошо ручить такую опуну, потому что если опона там без воздуха, лата себе по надколу, то потратили много школьников. Например, в лансерах, в 11-м аво-10, а на полном аво-9 было так, что холодница в надколу была с правой стороны. И когда запрела капча в правом сфере, то право на полном аво-10, то на полном аво-10, то на полном аво-10 и лит. Если вы будете когда-нибудь ездить на серами аво-9, то вы можете не плачать капча. Прямо в правом сфере. До отклика русал Грисе Кчомбор, если хорошо видел. Да. Прямо в последние три сезоны Грега стартовал с Марцином Борецким, он сейчас на правом сфера, в разных местах в полном аво-10, как и в выбранных райдах окрэнговых. Прямо в последние три сезоны Греси Кчомбор и как и в последние три сезоны. Прямо в последние три сезоны, в последние три сезоны. Сом очень хорошо работает с выставкой на правом фателе, как Балбина Грицина в прошлом сезоне, когда выставила два сезона с Дарком Пороевским, и говорила, что это очень хорошо, и это отворило очки на некоторые вещи. Продолжение мы могли увидеть Хонде Сивик, Марчина Глузы и Камиле Клакињске. То есть, следующая пани пилот на правом фателе. Да, согласен. И это уже достаточно опытная, потому что сезона вместе ездит от 2019 года. В рейде Земи Глупчицкой, который не сталкивался до цикла Тармак Мастерс, взяли четвертое место в классе К2. Но в этом сезоне это их первый взболный старт. В этом сезоне, так же как в прошлом, не было слишком много возможности для стартов, потому что Хонде обо нас не ушел, так что закрепила себя на свои стандартные два сезона. Не, 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 в другую сторону. Вместо тройки вошла пятка, в моем скромном зрении. А был то Макей Хавро, Радек Талага. Радек Талага, который обычно пилотирует Бартка Сынковского. Но сейчас сезон на правом футу Макея Хавро. Вместо тройки в Шлоске было 106 в классе. В Мисутах Шлоска была такая класса Пухар Перес и Дроян, где стартовали Перес 106 из К2. В 2020 году Хавро было прервы. А сейчас очень быстрый, адам Рахвау, Славомир Лея. Это сезона, которая в прошлом году стартовала в двух циклах. В Тармак Мастерс и в рейдовых Мистерствах Самохотовых Мистерствах Шлоска. На Тармаку получили титул Мистерства в классе ПРО-3. На Слоске получили титул Мистерства в классе РО-2, что только подтвердит, как шибкий то есть кировка, а как шибкая то есть залога. Но они не могли бы нам этого показать в тракте техморалии. Но там, из того, что я помню, выпадение из трассы не могли бы укранить этот рейд. Да, это правда. Выпадки и выпадения из трассы с неотъемлемым элементом этого спорта. Но там что-то немного замешало. Две залоги поехали в ту самую сторону, поэтому не знаю, если кто-то где-то могла какую-то пригороду и стал, или кто-то еще по-просто снова помылился. И поехали одну петлю меньше, чем они должны. Мне кажется, что я видел Peugeота за логи Кокошка-Шветтна аварийной. Там могла просто появляться какая-то авария, какое-то выпадение, что-то могло бы случиться. Мы хотим как-нибудь приезжать до меты, потому что шкода мучить самолетом, если и так час не будет ревелационный. Прежде всего мы видели Юрка Смагауэ вместе с Конрадом Гиргелем в Хонде СиВИК, который стартует в РСМП. В прошлом году выиграл третье место в классе ХР-4. Юрек Смагауэ тоже очень хороших игроков. Если у вас пару стартов, то это было очень хороших игроков. Очень позднее хамование шканы. Мачка Хавро. Но в пункт проехали, очень хорошие, а теперь мы с Миканом Скаду. Шкан нужно научить себя. Шкана это такой элемент, где-то очень удобно, но надо его просто претреновать. Найдзвычайнее, что сейчас. През филку мы видели Желтого Peugeота 106 Андрея Гроховского и Беати Билиневич, в погонь, за которым удастся, Адам Рахвау. Да. Мамы, сивили рейдовые, правда? На этом запятлоне, часто тяжело себя зориентовать, что тяжело себя зориентовать, кто идет в первую петлю, кто идет в вторую петлю, самым заводникам трудно себя зориентовать, кто еще может ехать раз в петле, три, не? Докладно. Это тоже важное задание для пилота. Так это все описать, так это приказать всем, чтобы не имел наиболее возможности, что в этом пункте, который мы видим, здесь, что он может поехать в лево, на вверх, на вверх, на вверх, на вверх, на дальнейшую часть пилота Фиаты Сейчэнта до недавно были очень популярны на трассах рейдов и рейдов округлевых, но не знаю, почему их гораздо меньше. Фиаты Сейчэнта до недавно начинают закончить, что зараз труднейшее до удовольствия, так что они просто прошедают. Фиаты Сейчэнта до недавно были очень хорошими на начале, чтобы достать опыт в рейдах. През нами еще одна класса C2Cup, это класса цитренов C2. Это класса цитренов C2, скажем так, класса марк-класса. Класса C2Cup имеет очень специфические требования технические. То есть, руководство может ездить на определенном завесении, которое есть на регулировании. Есть определенный закрас прерубок в силе, в скрине бега. Не могу, например, поменять. Это очень популярно, поменять скрине бега на так называемую большую скрину. На большую скрину БЕ, только на скрине МА. Завесение это БиСМВ-6. Промбованные компьютеры. Так, чтобы более-менее эти машины были равны. Класса C2Cup в этом году тоже распространялась о рейд окрэнговый. Потому что до следующего сезона C2Cup ехала только в Соперкайодесе. Если кто-то хотел бы стартовать в класе C2Cup, то я тоже хотел. Но у меня есть такой очень красивый экземпляс самовода. Базы для спреждения. Очень интересный самовод. Таким наступцем пилотов 106. Пилотов 106. Пилотов 106. Пилотов 106. Пилотов 106. Пилотов 106. Таня Форска с Мартом Матушджик на старте. Очень красивый керорец. Так, обgangа с его рейдом, Роженница, которая возникает, то возникает из разницы руководства, а на хит и лошаде, заходы. Думаю, что захода остается в большинстве людей. Как не, мы должны о том поменять. Но на последнем рейде на Техмолл-Ралли, эта разница между заходом Янухта-Матушчик, а следующим заходом была аж минута и 45 секунд. Да, точно. В прошлом сезоне Янухта-Матушчик, у нас был проблем с не регулированным завешением, где-то из одного рейда не опубликовано, но мы подали какую-то кару. В результате того, что ехал на завешенном завешенном, а тогда у регулированном, было очевидно, что завешение может быть не регулированное. Просто была вопроса интерпретации, как мы говорим о регулировании высокости или о регулировании силы Тунина. Что-то случилось, потому что в Техмолл-Ралли на старте, авто техническое, авто функциональное, поехало на место, чтобы увидеть, что идет, потому что в Техмолл-Ралли поездки-молл-Ралли в Техмолл-Ралли на старте, в Техмолл-Ралли не было приятным, но надеюсь, что в Техмолл-Ралли только в случае профилактики. что-то, чтобы обеспечить какие-то планы эксплуатации, которые в момент уделения, в момент уделения, уделения, в углу, мы видим еще Техмолл-Ралли 206, но в Техмолл-Ралли в Техмолл-Ралли в Техмолл-Ралли в Техмолл-Ралли на нашем на самом на внуке, где мил проблем, имяло тоже импредельное это очень специфилие место. кредка тоже поехала, в принципе, в случае, в том, где обязаны помощи медицей В Техмолл-Ралли в другой стороны в этом, что боже, если в Техмолл-Ралли на праве, на побочу. Поверьте, что там есть представление кола. Ну, в общем, старше, что у некоторых игроков, которые имеют тенденцию до урывания кул, даже если у них есть части завесения дорожных игроков, которые находятся на таком сет, который играет в Баута, очень разнообразно. Это все зависит, во-первых, от умений, как и пилота, как и того, на что решили, как много этих частей хочется взять, потому что у них есть дополнительные килограммы, а килограммы с другим тенденцией. Вспомнил, когда я еще раз пробовал в Дакаре, там в Заводке, это очень много, но очень часто и очень часто в Дакаре. А в Дакаре никогда не просто. Там всегда в игре входит очень большая температура, очень трудные условия, дешевые, каменьные, но это идеальные в гараже, в параде, с подношниками, с комплектом. Дакар, это экстремум для организма. Но без физической подготовки в райдах в районе, это не может быть не может быть в районе, но без физической подготовки. Дакаре. как в Пекарнике, а еще в этих ситуациях нужно ехать с очень большими праздниками. Когда мы смотрим на классы C2К, то слышали, что в следующем сезоне кто-то старался с невыгодной климатизацией. Не знаю, что они на экзамене с климатизацией, но на певно был это очень хороший патент на то, что в этом году. Может из-за другой патент, но в тракции 24-го года на нурклингу, очень часто случается, что машины были подготовлены так, что климатизация остается в том, чтобы удержать свободные условия в тракции таких очень длинных стинтов 2-3 годы, потому что в ситуации, когда выстрелы отбываются в мае, в церкви, в липце, температуры очень высокие и очень легко тогда помогать. Докладно, если нужно это вывернуть, потому что несколько длинных килограммов не является варто того, чтобы руководитель не имеет спадок в форме с поводом высокой температурой. Большая страта часовой призыковой патент была бы, чтобы руководитель прегрелся. Докладно. Это основание, которое может защищать руководитель, может позволить руководитель, как в случае рейдов, тоже пилот, что не выполнил блендов, они могут позволить на руководитель много высшим темпом. И часто это варто много меньше, чем килограммы. Килограммы нарушения на руководитель. Докладно. Килограмма на счастье вернулась. Докладно. Мы надеемся, что там была только какая-то авария механическая, что только какие-то пластины устойные из автомобиля пошли на трассу, поэтому Страж Пожарной требует только засыпать, спрятать, чтобы не могли возвращаться до революции на третий рейду. Докладно. 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 Планы устойные, которые через этот патент смогут выдастся на трассу, в том числе, которая не сподзявася такой несподзианки, может быть очень сильным. Докладно. 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 Впереде. Пятacer за машину патент故ра со звездой и проведу. в несколько целых классов . Докладно. У нас испытание, развعت jusqu up inaudите, как выглядят первые-пиковые новые классы На первом месте Грегож Греб, во втором Войтех Ухауа, в третьем Збигняв Габриш, в четвертом у братья Котарбове, в пятом Макей Буяк, Шригорзе Тепута. Прошу direct mit generation велико в форте. В последствие, что я всегда проверяю. Отрока Войта, в средние, что я купил学, в российском. Ну vilпец, молоみ и одни Peninsula в ведомстве. Продолжение следует... 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 Я думаю, что по рейдзе мы получим возможность узнать. Но когда Грегор Греб отъехал на 12 секунд, остался своим конкурентом. Далее разница между вторым и пятым соревнованиями, если я хорошо понимаю, это в околе 5-6 секунд. Так что эта борьба запоминает себя на очень мощную соревнования. Да, все еще может случиться. Я читаю результаты по второму истинку. У меня еще четыре до проехания. Так что все может случиться на последнем этапе. Презаводниками еще 30 км ОС, так что достаточно много. Одна третья рейда. Мы ждем на поврот Стражи Пожарной. Преподобно, что спрятают лавой, который находится на трассе первого рейда. Галмет. Это первый рейд специальный рейд Глубчик. То есть второй рейд eliminации. Марты Тармакмастерс. Преподобно, я могу еще немного подправить, потому что нейтрализация олеи очень важна. И она должна быть очень подправлена. Так, чтобы ни одна зоога в этом месте не пощизгнула себя на ней. Да, согласен. Мы пригласим сейчас, мимо, что еще с вами не разручиваем, мы пригласим на две следующие наши трассы. Первая из них уже о 12.30, с второго рейда галмет. Это будет третий рейд специальный рейд. А потом о 15.55, с третьего рейда, мы вспоминали старый Цитроэн Са-2. На панец. Класса Са-2. Едет по-насамеру Ро. Цитроэн Са-2. Очень красивый рейд. Когда-то был рейд первой классы Р-2. Цитроэн Са-2 Р-2. Потом в спецификации МАКС. В котором крисмик вошел на рейд польский и замерзлил конкуренцию. Додам, что рейд был черный, а такой черный экземпляр тоже есть на продаж. Выручиваем немного приваты между собой. У Блажея видим две заходы, czyli Блажея Чекана и Марцина Рогулского. У Блажея видим сдемонтированное преднее левое коло. Не знаю, если это только перемена кола, или будут какие-то работы при завесении. Да, конечно. Времена кола употребляла бы пару минут, а там все должно быть. Но в случае Peugeота 206 видим унесенную маску срезыгнованного пилота опартого на самовыд. Так, что я думаю, что там какая-то авария механическая произошла. Не мил, но этот самовыд тоже есть достаточно мощная спецификация. Мощная спецификация была до себя. Поехали. 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 поедемо. У нас приколено за трюй 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 декабрь. Более трюй 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 лэц. У нас это просвет. Надеюсь, все понравилось наше релактор с первым трюй 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 трюй. И что вы пришли к нам за дюйсчем. Да. Я сегодня esse у нас Орнел Грабски. А я Андрей Энглер. До встречи о 12 трюй трюй. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok